Владимир Высоцкий Владимир Высоцкий Владимир Высоцкий Владимир Высоцкий Нет, вы знаете, когда есть один способ избавиться от того, чтобы перестать работать, почить на лаврах и почувствовать популярность свою, это работать, продолжать. Мне кажется, что пока я вот умею держать в руках карандаш, еще пока здесь что-то вертится, я буду продолжать работать. Так что я избавлен от того, чтобы замечать там, когда я стал, и не помню я, как, в чем причина, не знаю. Разберитесь сами, спросите у своих друзей, если они ко мне прилично относятся, они вам скажут, почему они ко мне так относятся. А что же меня спрашивают, в чем причина, разве можно на это ответить? Я думаю, что один, вероятно, ответ, одна из причин, почему эти песни стали известны, вот так скажем, это дружественный настрой в этих есть песнях. Это есть обращение, я вам повторяю, я даже когда пишу эти вещи, я рассчитываю песни. Я рассчитываю прежде всего, как уже по инерции, на своих самых близких друзей. Вот мне кажется, в этом секрет того, что эти песни стали известны, вот в этом вот настрой этих вещей. В них есть доверие. Я абсолютно доверяю залу своему и своим слушателям. Я, мне кажется, что их будет интересовать то, о чем я им рассказываю. Вот из-за этого возможно. На своих концертах Владимир Семенович с публикой общался регулярно. У него уже сложился определенный порядок такого общения с более или менее устоявшимся набором театральных, киношных и песенных историй, с короткими пояснениями каждой песни. Но он все-таки предпочитал именно петь, а не тратить время на разговоры. Концерт в МФТИ – один из тех не слишком частых случаев, когда Высоцкий долго, подробно и от души общается с залом и отвечает на записки и прямые вопросы публики. Это потрясающе интересно слушать. Какая роль жизненного опыта в художественном творчестве? Большая роль. Но это только база. Вы понимаете, все-таки человек должен быть наделен фантазией для того, чтобы творить. Он творец. Он творец. Если он только, значит, основываясь на фактах, что-то такое там рифмует или пишет, это, в общем-то, реализм такого рода. Ну, он уже был и есть, и существует. Но это не самое правильное. Я больше за Свифта, понимаете? Вот. Я больше за Булгакова, за Гоголя. Вот. И поэтому, так сказать, жизненный опыт я все прекрасно понимаю. Но представьте себе там, какой был такой уж гигантский жизненный опыт у 26-летнего Лермонтова. Однако он творец настоящий, великий. Правда? Так что у него такого особенного жизненного опыта не было. Это не так. Это есть второй вопрос. Прежде всего, мне кажется, фантазия должна быть и, в общем, свое видение мира, как человек сам. В общем, все опять сводится к одному. Личность, индивидуальность. Вот, что главное. Можно создавать произведение искусства, обладая повышенной чувствительностью и восприимчивостью, но не имея жизненного опыта. Можно. Можно. Но лучше иметь его немножко. Потому что жизненный опыт, по жизненным опытам, наверное, вы понимаете, больше всего это то, что когда она вас била молотком по голове. Короче говоря, если говорить серьезно, страдание. Верно? И, в общем-то, конечно, искусства настоящего без страданий нет. И человек, который не выстрадал, не обязательно, что его притесняли, стреляли в него, мучили, забирали родственников и так далее. Если он даже в душе, даже без внешних воздействий испытывал вот это вот чувство страдания за людей, за близких, за... да вообще за ситуацию и так далее, это уже очень много значит. Это есть база. Это создает жизненный опыт. А страдать могут даже очень молодые люди. И очень сильно. Хотя концерт вам в ЭТИ интересен именно общением Высоцкого с публикой, но без песни мы сегодня, конечно, не обойдемся. Это песня про Джеймса Бонда. Но не про агента 007 как такового, а про Шона Коннери, который Бонда сыграл. Это реальная история про приезд знаменитого артиста в Москву, где он с удивлением узнал, что Советский Союз едва ли не единственное место на Земле, где его практически никто не знает. Приехал Шон Коннери для съемок в знаменитом фильме «Красная палатка». Хотя песни Высоцкого, разумеется, не об этом. Себя от надоевшей славы спрятал в одном из их Соединенных Штатов, глуши и в дебрях чуждых нам систем. Жил, был известный больше, чем Иуда, живое порождение Холливуда. Артист, женщин, он шпион, агент 007. Был этот самый парень, связь дани дать нельзя, настолько популярен, что страшно рассказать. Да шуточное дело, почти что полубог. Известный всем Марчелло, в сравнении с имщинок, он на своей назад не вели, скрывался, чтоб его не подловили, и умирал от скуки и тоски. А то, бывал, встретить у квартиры, набросятся и рвут на сувениры, последние штаны и пиндыжаки. Вот так и жил, как в клетке, ну а в кино потеял, различные разведки, дурачил, как хотел. То ходит чьей-то шкуре, то в пепельнице спит, а то на бажуре кого-нибудь соблазнит. И вот артиста этого Джеймс Бонда, товарищ из госфильма Фонда, совместную картину к нам зовут. Чтоб граждане его не узнавали, он к нам решил приехать в одеяле, мол, все равно, говорит, на клочья разорвут. Ну вы посудите сами, на проводах в ЮСА, все хиппи с волосами поприли волоса. С него сорвали свитер, отгрызли вмиг часы и растащили плиты со взлетной полосы. И вот в Москве не сходит он по трапу, дает доллар носильщику на лапу и прикрывает личность на ходу. Вдруг той-то шесть на газике к агенту и киноленту вместо документу, что, мол, своим, мол, хаму дуинду. Огромный колонна стоит сама в себе, но встречает чемпиона по стендовой стрельбе. Попал во все, что было, тот выстрелом с руки по нем, ну все, с ума сходило. И даже мужики, довольны, что его не узнавали, он одеяло снял в националий. Но несмотря на личность и акцент, его там обозвали оборванцем, который притворялся иностранцем. И еще заявлял, товарищ старшина, что, дескать, он агент. Ну, я его за ворот, тогда решил открыться он, говорит, 0,7 я. Вам, межгород, так надо взять талон. Во рту скопилась пена и горькая слюна, и в позе супермен он уселся у окна. Но водки на шестерке прибежали, и недоразумение замяли, и разменяли фунты на рубли. Уборщица ворчала, вот же пройда, подумаешь, агентишка какой-то, у нас в девятом принц из Сомали. Владимир Высоцкий Глава четвертая Вообще, этот день, 29 февраля 80-го года, у Высоцкого получился насыщенным. Концерт в МФТИ начался уже вечером, в полвосьмого. А еще раньше, днем, он выступал в учреждении с фантастическим советским названием НИИ «Комплексных транспортных проблем». И пока он выступал для специалистов по комплексным проблемам транспорта, в московском Доме кино шла премьера маленьких трагедий. Последнего фильма с участием Владимира Семеновича. Последняя и одна из самых лучших его работ в кино. Но вернемся в зал. Как отношусь к самодеятельной песне, и как отношусь к движению, я движение этого не знаю. Вот, оно у меня как-то мимо меня, мимо моих окон, это движение. Вот, я его не знаю. На самом деле, к сожалению, возможно, я серьезно вам говорю, я не пытаюсь даже никак обидеть членов КСП, но, вероятно, это интересно и хорошо. Вообще, когда люди что-то такое... Я ценю в человеке больше всего творца. И человек, который занимается творчеством, а именно сам что-то делает, я его уважаю. И тем более, что это самодеятельные, понимаете, они, значит, работают. Вот, хотя, был такой рассказ однажды, все про самодеятельный, самодеятельный, самодеятельный. И артист Ливанов спросил бывшего министра, спросил, а вы пойдете к самодеятельному гинекологу? На что не получил ответа. Вот, я не считаю, что это верное название, самодеятельные песни. Это неправильно. Они все сделаны самим. Так что, в общем, все это... Это какое-то нехорошее слово самодеятельное. Нет, авторская песня, это хорошо. А самодеятельный, я не знаю. Но, чтобы назвать песню авторской, нужно, о-хо-хо, сколько еще вместе съесть с солей. Вы знаете, почему вы не слышали ни одного вразумительного ответа? Потому что вы очень невразумительно задаете вопрос. Вот, кто написал эту записку. И вы получаете точно такой же вразумительный неответ. Если вы вразумительно задали вопрос, я бы вам ответил с большим удовольствием, не стесняясь. Если хотите, придите, я вам отвечу. Только сформулируйте нормально, а то это все как немножечко вычурное и, знаете, такое... Вразумительное ничего. Так, имеют ли смысл пластинки, которые сдаются там и не доходят сюда? Они очень доходят. И доходят, если они, то только сюда. Безусловно, они мало интересны французам. Но не настолько мало интересны, как вы думаете. Они интересны некоторым людям, которые вообще интересуются искусством, России. Они интересны. Они их беспокоят, волнуют, интересуют так же, как нас. Поэтому они так просят переводов, слово в слово. Нет, не знаю, на эту записку отвечаю. Вот. И они... Единственное, что, конечно, для них очень многое непонятно, почему человек так тратится, даже в маленьком вузку. Ведь вы знаете, я ведь одинаково пою, что это в компании, когда два-три человека, что на гигантских аудиториях. И они никак не могут понять, почему человек так, в общем, с набухшими жилами сидит дома перед несколькими людьми. Что это? Почему его? Что его так беспокоит? И когда ты им переводишь, конечно, многое очень до них не доходит. Не знают они этих проблем. Вернее, они их не волнуют. Особенно они не понимают, зачем песни заниматься этими проблемами. Вообще поэзией должна заниматься прекрасно. Обычно концерты Высоцкого продолжались немногим более часа. Но в этот вечер он был настроен не только на исполнение, но и на общение со своими слушателями. Оставался на сцене много дольше обычного. Значит, собираюсь ли я выпускать книгу стихов? Если да, значит, как будет называться? Ну, значит, вот, что я вам отвечу на этот вопрос. Этот, в общем, не только от меня зависит, как Вы понимаете. Я-то собираюсь. Сколько я прособираюсь, не знаю. А сколько будут собираться, значит, те, от кого это зависит, тем более мне неизвестно. Как она будет называться, как Вы понимаете, еще пока даже разговора об этом нету. Хотя есть предложения и по поводу книги, и подборок, и так далее. Вы знаете, чем становиться просителем, оббивать пороги редакции? И, значит, выслушивать пожелания, как переделать строчки и так далее. Лучше сидеть и писать, понимаете? Вот так вот. Вместо того, чтобы становиться неудачником, у которого не удается напечататься, зачем, когда можно писать и петь вам? Это же то же самое. А Вы не думаете, что магнитофонные записи – это род литературу теперешней? Ведь если бы были магнитофоны про Александра Сергеевича Пушкина, то я думаю, что некоторые его стихи были бы только на магнитофонах. Сборника своих стихов при жизни Высоцкий так и не увидел. Только в 1981 году вышел знаменитый, легендарный даже сборник «Нерф», огромная заслуга в издании которого принадлежала Роберту Рождественскому. Ну а я благодарю за помощь в подготовке этой программы наших друзей из творческого объединения «Ракурс» Валерия Басина, Александра Петракова, Игоря Рахманова, Олега Васина и Александра Ковановского. Ну хорошо. Теперь я хочу вам сказать просто несколько слов в заключение. Я действительно вам сказал правду, что я могу быть более частым гостем у вас, и даже на это надеюсь. Вот. И я рад, что я все-таки... Вот. Я рад, я хотел сегодня... Вот сейчас я... Я сейчас совсем не сожалею. Вы знаете, я хотел не поехать, потому что мне улетать в 8 утра неожиданно совершенно. И, в общем, получилось масса нарушений каких-то... Я должен... Думал, что я еду совсем в другое место. Туда поехали люди мои, друзья, несколько человек, приехавшие из далека очень. Я их бросил, оставил, вот приехал к вам, значит, вашему товарищу удалось меня убедить. И не только об этом не сожалею, а наоборот, очень рад. Всего вам доброго. Владимир Высоцкий Субтитры сделал DimaTorzok